шаббат шалом ну по традиции я снова буду говорить шаббат шалом что-то опять тихо шаббат шалом отлично спасибо вам благословен ты господь бог царь вселенной избравший нас из всех народов и даровавший нам свою тору благословен ты бог дарующий тору благословен ты ешуа слово которое воплотилось здесь на земле тот кто умер кто воскрес мы благодарим тебя за слово твое твое имя твое святое ами хорошо недельная глава называется эмор она переводится буквально и скажи это книга левит 21 глава с первого стиха и по 24 23 угол и там говорится о правилах для священников не прикасаться ну то есть то что они могут делать что они не могут делать не прикасаться к мертвым телам жениться на определенных женщинах и всякие ограничения праздники и вот я хотел бы сегодня поговорить о праздниках то что меня касалось то я вами открою итак книга левит 23 глава со второго стиха объяви сынам израилевым и скажи им о праздниках господних которые должны созывать священные собрания вот праздники мои знаете мы мессианская община и еврейская мессианская община и это не просто так знаете как вы я кто назовете так она и поплывет это говорит о чем-то что мы принадлежим чему-то это говорит о том что что-то должно быть в нас отличающие нас от этого мира самое главное что есть в нас это вера в бога это в мир это вера в мессию израиля интересно что у израиля были определенные постановления от бога и вот он говорит бог говорит вот праздники мои вот это само слово вот она как бы указывает посмотрите обратите внимание вот и если мы вспомним книги нового завета брит хадаша когда апостол андрей так называемый андрей первозваный увидел и шоуа ему тоже сказали вот агнец божий иван креститель показал вот агнец божий то есть он сказал вот именно этот является агнцом и бог говорит вот праздники мои очень часто мы называем их еврейскими праздниками и с одной стороны это правильно но с другой стороны мы можем читать писание которое говорит вот праздники мои праздники господни понимаете праздники которые дал господь их не было их не существовало то есть их вообще до этого дня не было но бог четко определил определенные промежутки времени и назвал их праздниками и вопрос зачем зачем бог вообще создал это все и если мы будем подходить как бы со стороны романтики ну мы скажем так знаете как возлюбленный люби ну как возлюбленные встречаются бог говорит израиль ты мой возлюбленная его как невеста я хочу с тобой встретиться если мы будем говорить так более практически то это как инструмент инструмент который помогает нам в нашем пути остановитесь да есть место писания остановитесь и познайте да что я господь а вы овцы паства моей остановитесь иногда в нашем пути в нашей жизни мы спешим до такой степени что мы забываем мы забываем о каких-то важных вещах мы стремимся к какой-то цели но мы порой не замечаем что проходя этот путь мы что-то теряем или в чем-то не ну что-то не получаем и бог зная нас как потому что он нас сотворил он говорит я помогу вам он говорит вот праздники мои вот вот эти дни я хочу чтобы были для вас определенными особенными днями если мы будем смотреть на все на всю структуру праздников мы увидим что эти праздники они имеют как пророческий смысл так и такой сугубо скажем практический смысл давайте немножко закоснемся пророческого смысла с шабата все началось помните и был день седьмой да господь сел и сказал хорошо было так ну вот шабата все началось а чем все закончится шабата все и закончится будет божий покой придет божий порядок божий покой бог скажет весьма хорошо что происходит дальше есть праздники делится как бы на таких две определенных есть весенние праздники и осенние праздники если мы будем смотреть на весенние праздники мы увидим что они своей как бы основной полноте они уже состоялись каким образом песок пасха да что такое был песок песок это был исход израиля из египта мы его недавно праздновали и то же самое происходило там умер агнец косякам были косяки двери были помазаны кровью ангел смерти проходил мимо что же произошло в новом завете ешуа умер в иерусалиме чтобы мы имели жизнь чтобы смерть прошла мимо нас и он воскрес это уже был праздник первых плодов следующий после пасах получается что два праздника уже исполнены на день шавуот на день пятидесятницы что произошло возле горы сина и бог даровал свое писание библию тору что произошло в новом завете в бритхадаша апостолы в день пятидесятницы собрались в иерусалиме и что бог даровал духа святого руаха кодэш и это была полнота потому что дух святой он открывает то что мы уже знаем он раскрывает то что у нас есть это полнота на полноту то есть тора божья слово божье раскрывается в руаха кодэш для каждого из нас что произошло потом и шоу шоу и у нас между весенними праздниками и осенними есть какое-то определенное ну время да и вот это время в котором вероятно живем все мы с вами что будет потом а потом будет что роша шана что такое роша шана это праздник труб ну это правильно это праздник напоминание о трубном звуке но это не новый год я хочу вас так немножко огорчить это не новый это глава года это не как бы не то что новое это то что стоит выше то есть это определенная точка где можно остановиться вот как на гору забраться и посмотреть по сторонам куда ты я сошел где-то я был куда я иду это время когда мы можем остановиться для того чтобы покаяться перед ем кипур перед ним суда итак мы поднимаемся на гору и когда звучат трубы скажите пожалуйста и шоу когда при при звуке труб это будет великая вселенская роша шана когда придет великий и шоу и мы будем потом держать ответ перед ним каждый из нас будет отвечать за себя да на суд верующие не приходят но мы будем отвечать все равно потому что есть вещи которые мы делали а если еще которые делать нам не надо было но это время время праздников а потом будет суккот это тысячелетнее царство царство мессии скажите пожалуйста мы же все мечтаем попасть туда и бог через а потом после суккота будет уже шаббат и вот посмотрите бог как бы практически так пророчески показал все движение человечества он показал нам свой путь он показал как придут все народы потому что во время суккот написано все народы они будут приходить к израиль они будут вместе то что говорит книга говорит апостол павел что из двух он сделает себе самому одного нового человека и глава и шо глава это маши вы посмотрите как бог заботится она он не просто он не просто говорит так делайте и все так если не будете делать будете наказаны бегом он понимает нас он помогает нам понимаете нашей суете он говорит остановитесь и пусть для вас это будет праздник что же такое праздник это особенный день он отличается от других дней мы вспоминаем о чем-то важном понимаете на пессах мы начинаем что мы вышли из рабства мы не грешные потому что иисус и шоуа дал нам спасение идем дальше мы вспоминаем о том что нам каждому из нас мы дети мы приняты мы усыновлены им у нас есть сила у нас есть сила на превозношение при выходе всякие преграды понимаете все очень просто он помогает он помогает остановитесь и познайте остановитесь конечно многие сейчас говорят у нас новые заветы и нам не надо сейчас эти праздники зачем ну зачем время праздников прошло это ветхозаветный израиль это израилю было дано это еврейские праздники но мы вначале смотрели бог не сказал израиль вот праздники еврейские или так было написано давайте еще раз почитаем объяви сынам израилевым израиль есть и скажи им о праздниках еврейских нет господних то есть о праздниках господних которые должно созывать священное собрание вот праздники мои это праздники божьи и в книгах нового и апостол павел ребер шауль он говорил так послание к церкви в городе риме иной отличает день от дня а другой судит о всяком дне равно всякий поступает по удостоверению своего ума кто различает дни для господа различает и кто не различает дни для господа не различает кто ест для господа ест ибо благодарит бога и кто не ест для господа не ест и благодарит бога ибо никто из нас не живет для себя и никто не умирает для себя а живем ли для господа живем умираем ли для господа умираем и потому живем или умираем всегда господни ибо для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми». Послушайте, мы можем праздновать праздники и можем не праздновать праздники. На наше спасение это не влияет. Это не влияет на то, что произошло, потому что спасены мы по вере в еврейского мессию, спасены мы по вере в того, кто совершил великое искупление, умер и воскрес. Мы спасены вот именно так. Но остальное, вы знаете, Писание говорит, что мы всю свою жизнь совершаем вот это спасение. Мы идем от праздника к празднику, мы идем от какого-то события к событию, чтобы в конце пути, как апостол Павел Ребешауль говорил, путь течения совершил, веру сохранил, «А теперь готовится на небе для меня венец неувидаемый». Понимаете? К чему я это сейчас все говорю? Праздники. Такая тема, о которой говорят многие. Праздники Господние, еврейские праздники. Мы любим еврейские праздники, особенно покушать на еврейские праздники. Но это не отнять. Но наступает время, когда мы должны посмотреть на это немножко с другой стороны. Когда эти праздники должны стать из экзотических, еврейских или других, чужих, стать нашими. Потому что мы верим в Господа, а это праздник Господний. И Он сказал нам, «Я хочу помочь вам на этом. Я дам вам инструменты. Остановитесь и познайте, что Я Господь». Поэтому, знаете, шаббат – это не просто зажигание свечей. Шаббат – это время, когда мы встречаемся с Богом. Как я вначале говорил, знаете, «Выйди, жених, навстречу невесте». Мы поем, «Леха, дудили, кратка, лада». Мы поем, «Выйди, жених, навстречу невесте». Мы приходим в этот день к Господу. Можно сказать, когда шаббат может быть каждый день? Хорошо. Слава Богу за того, у кого каждый день шаббат. Я рад за это. У меня не получается. И поэтому Бог мне говорит, «Шесть дней работай, а седьмой день Господу Твоему». Понимаете? Очень просто. Давайте мы будем не просто практиковать, учиться, узнать, ну, как бы вам объяснить это. Столько было красивых, знаете, когда я готовился, столько у меня было, вон, куча-куча материала. А сейчас я стою, и хочется сказать так просто. Знаете, давайте не будем смотреть по телевизору, как готовят кушать. Знаете, когда ты смотришь, а там готовят кушать, и говорят, «Вот, чтобы это блюдо получилось, нам надо сделать вот так, вот так, и вот так». И мы смотрим на него, классно, вкусно, красиво, хочется. До следующей передачи. А потом, «А ты знаешь, я смотрел по телевизору такую вкусную передачу?» Слюни текли. Послушайте, может, надо самим взять и приготовить. Давайте мы получимся, просто попробуем сказать Господу, мы хотим, мы хотим попробовать, Боже, может быть, не идеально, может, не совершенно, может, мы никогда и, ну, так не сделаем, как кто-то другой, но я хочу понять, что происходит. Мы еврейская, мессианская община, и может, через это, через мою жизнь, мой сосед, не знаю, ну, это имя придуманное, Исаак Яковлевич Нюнштейн, посмотрит и скажет, слушай, что-то тут не то, я не могу понять. Да он же лучше меня все знает. Дай-ка я к нему в гости займу. Или дай-ка я с ним поговорю. Послушайте, чтобы познать что-то, нужно что-то делать. Давайте мы будем учиться, 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 выполнять, наверное, не только выполнять, но и не просто знать, но и быть детьми Божьими, делать то, что говорит Господь. Вы можете их и не праздновать, это ваше право. Но, знаете, мы что-то потеряем. Мы что-то потеряем, если мы не будем исполнять то, что говорит Бог. Ведь он же не зря говорит, вот это делай так, вот это не делай, вот это тебе лучше. Давайте просто признаем, что он знает больше. И все. И вы знаете, еще и последний момент. Если вы посмотрите на Писание и вообще на историю Израиля, все люди, которые хотели оторвать Израиль от Бога, они запрещали несколько вещей. Они запрещали, чтобы Израиль не праздновал праздники, не обрезал своих детей и не читали Тору. Три основных вещи. Три вещи, которые Бог запрещал, ну не Бог, а там, Антиох, Эпифан, например. Император Константин тоже так заявил, сказал, что вот будем праздновать теперь Пасху, как мы хотим, а не как евреи праздновать. Хотя он не подумал, что евреи празднуют так, как сказал Бог. Понимаете? Дьявол, он пытается увести народ Божий от Бога. И поэтому Бог дает нам вот эти маленькие остановки в пути, и маленькие якоря, чтобы мы остановились на своем пути, посмотрели по сторонам, и поняли, кто мы такие, и кто нас ведет в этой жизни, куда мы идем, что мы проходим. Давайте пусть праздники станут вот таким моментом. Не просто собраться, повеселиться, покушать, это классно, но это священные собрания. Священные собрания. Святой, да осветится еще. Это возможность нам остановиться, осветиться и продолжить свой путь. Поэтому я благословляю вот каждого, кто это слышал, и себя в том числе, потому что мы нуждаемся. Мы нуждаемся в нем. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои праздники, которые Ты нам дал. Мы благодарим Тебя за эти особые дни, в которых мы можем встречаться с Тобой, в которых мы можем просто останавливаться в этой суете и вспоминать о Тебе, искать Тебя, встречаться с Тобой, радоваться с Тобой. Пусть реальность Твоих праздников будет нашей реальностью. Пусть реальность Твоей победы, она станет нашей реальностью. Боже, мы очень нуждаемся в Тебе. Ты, Господин Шабата. Ты, Господин и Создатель этих дней. И мы просим Тебя, да будут они в нашей жизни. В свете Нового Завета. Аминь. Аминь.